Доброго-доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, я приготовила кофе, сейчас с вами выпью и побегу. У нас почти 20 градусов в тени, а это означает, 18 в тени, означает на солнышке все 20-22. Ну, а если мы проедем к морю, к нам, или к озеру, туда, к нам, еще плюс 100 километров, то там все 24. Вот так, настолько разница, разница. Так, все цветет и пахнет, небо красивейшее, красивейшее, смотрите. И сейчас мне нужно сбегать по моей еще одной работе. Хочу поделиться с моими слушателями, всеми, 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 чем когда-то осенил меня Господь. Как правильно вкладывать деньги? Я говорила, что я никогда ни одной копейки не держу в доме и вообще на руках, когда говорят, что там у тебя есть деньги, или еще никогда у меня нет денег, даже вот чтобы занимать кому-то. Вот придет ко мне человек и говорит, займи там столько-то, я не могу, потому что все деньги у меня всегда где-то вложены, или где-то на благословении, или еще где-то, где-то, где-то. В общем, есть еще один способ правильно и делать такие микро-микро инвестиции. Я для себя решила подумать, как соединить инвестицию с благословением. Очень просто. Поскольку я занимаюсь сбором трав, фитотерапии много лет, почти больше десятка, и про травки знаю практически все. Но самое важное, то, где ты их собираешь. Я стала прямо, знаете, так, не то чтобы ругаться, нет, а объяснять женщинам, которых встречаю по дороге, когда приезжаю мимо, вижу, что идут по обочинам, собирают травы. Я как-то так поговорила с одной. Она говорит, да я вот на рынке на Центральном продаю эти травы. Я говорю, да разве можно здесь собирать? Разве можно здесь собирать травы? Категорически нет. Она говорит, а вы что? Я говорю, я собираю вот там, там, там. Да, надо немножко проехать. Да, надо за проезд немножко заплатить. Но это же действительно на лечение вы собираете. Людям на радость. Они же вам верят, они подходят к вашей травяной лавке. И они верят, что эти травы действительно... Она, я в аптеку сдаю, там им, значит, по килограммам им платят деньги. Вы представляете, какую продукцию в аптеках продают? Я, конечно, расстроилась очень. А потом я сделала выводы. Вы знаете, я буду инвестировать. Я стала общаться с одной женщиной, с другой. И говорю, вот вам на проезд, когда вы едете собирать, вот давайте в определенное время. Стала смотреть. И действительно, я их стала там видеть. В тех местах они стали собирать травки. Такие микроинвестиции. Плюс я-то собираю больше намного. И стала им сдавать, им чистейшие травы. Они стали их продавать в своих лавках. Вот такие микроинвестиции, то, что я называю. Когда вы вкладываете в людей, просто даете им там на проезд, на то, на то, то оно все равно вернется. Господь Бог, Он всегда видит и воздаст вам по вашим нуждам. Дальше у меня была микроинвестиция на коз. Да, дорогие мои, у нас в селе есть женщина. У нее там произошла беда с козами. Я вам говорила, там украли коз у нее. И я ей сделала такую микроинвестицию. Нет, не для того, чтобы она мне бесплатно давала молоко. Ни в коем случае, паси Боже. Я как покупала, именно по тем ценам, по которым все покупают, так и покупаю. Просто было такое вложение. Но все равно она пытается так или иначе, через моего сына, через моего супруга, через моих родных, близких, передать мне молочко. Это так, чтобы это было как презент, как благословение. То какой-то сырок, то еще что-то. Хотя я просто сделала такую вот инвестицию. А потом, потом все-таки мы с ней договорились, и она мне стала давать козье молоко по такой, знаете, фиксированной цене. Если у кого-то поднимаются цены и для кого-то, то для меня стоит все время фикс прайс, фиксированная цена. Разве это плохая инвестиция? Я всегда на столе дома имею сыр, имею творог, имею кефир и имею козье молоко. Вообще, если у вас родные и близкие где-то в сельской зоне, у нас это называется село, я знаю, в той части СССР, ближе к Китаю, это называется деревня, где-то еще как-то. Вот совет, вкладывайте финансы в козочек. Козы, они практически, практически ничем не болеют. Самое чистое животное. У коз прекрасная шерсть. Есть без рожек козы. Безрогие козы есть. Забыла, как эта порода называется, еще когда я общалась с покойным зимой. Фамилия у него зима, я вас знакомила с ним еще лет 10 назад. И он мне все про молоко рассказал. Он все, он прожил до 96 лет мужчина, понимаете? На козьем молоке. Причем в молодости у него выявили. И он инженер сам в профессии, туберкулез. И вот тогда он купил дачу, место сначала. Потом построил дачу именно в нашем товариществе садовом. Завел коз, у него целое там пастбище было. Он самый такой показательный был. Козовод, скажем так. И здоровье его пошло на поправку. Потому что он говорит, в течение двух часов, как подоил, а лучше всего сразу после надоя, сразу выпиваешь стакан козьего, теплого еще молока. Сразу после подоя. Все. И вот это вот всю жизнь, это говорит моя таблетка на всю жизнь. Натощак с утра. Он меня учил, и Лорочка меня учила. И точно так Лора от туберкулеза избавилась. Сыр, какая это прелесть. Сыр можно хранить, сколько хотите хранить. Ну, если правильно, конечно. Сыр, это же изумительный продукт. У нас его консервируют в соленой воде. У нас делают в вакуумной упаковке, где можно месяцами хранить. И вы говорите, там консервант добавляют. Ничего не добавляют, я своими глазами видела. Чистая соль и вода. Все. Соль и вода. Вот делают так поленту. Кашу поленту, которую можно 180 дней хранить. Она упакована в вакууме. Соль и вода. Все. У нас так сало многие в вакууме упаковывают. Никакого консерванта. Вот кто-то говорит, надо малый бизнес поднимать, надо средний бизнес. Во-первых, надо тем, кто прихватизировал советское наследие, поставить им все-таки расчет. Я понимаю, что в Испании и в Италии прекрасные виллы, все замечательно и прекрасно. Пора поставить им расчет. Вынести вот этот вот приговор по воровству. Пора рассчитываться, потому что в таких масштабах прихватизация, извините меня. Ну, это моя отдельная история. Потому что одному дается вот та же самая стройка. Ты десятилетиями откладывал, ты десятилетиями ломал голову, ты десятилетиями ко всему этому шел, чтобы за два года построить что-то и как-то выложить и что-то подумать, как еще... Во-первых, да, бизнес, он меня всегда интересовал, это интересно. И заболела я вот этими всякими делами по решению всяких задач таких. Меня заразил этой болезнью мой супруг. Он у меня экономист. Большая-большая умничка. Закончил Львовский торгово-экономический университет. Тогда это был институт, это был ведущий институт с Авдепи, и умница неимоверная. Вот на пустом месте, на пустом месте, вот так просто, купив там то-то-то-то, с самым минимальным вложением он делает, он может создать любой бизнес. Сейчас вот эти смешные стартапы, которые, когда мы смотрим с ним эти передачки, и эти смешные стартапы, просто-просто он ухахакивается, потому что... Потом вот эти смешные олигархи, зачем вообще столько денег? Это раз. А во-вторых, во-вторых, вот он чётко знает, кто при распаде Советского Союза, в тот момент 90-х, получал беспроцентные кредиты. И рассказывает, какой он изумительный бизнесмен. Подождите, если беспроцентный кредит ты получаешь по блату, то о каком бизнесе ты вообще говоришь? Какой ты бизнесмен? Если ты за бесценок взял завод, если ты продал огромное количество металла и заработал на том, что нарезал завод на металл, нарезал, ты себя называешь бизнесменом? Какой ты бизнесмен? Ты смешной просто клоун. Так говорит мой супруг. Или какой бизнесмен может себя называть бизнесменом, там ещё кем-то, работая на 18 века мартеновских печах? Вы мне скажите, это бизнесмен, это клоун. Клоун. Больше никак не назовёшь. Как может человек работать на мартеновских печах, ничего не вкладывая, всё вытягивая, там по минимуму не очищая, не ставить даже фильтры для очистки окружающей среды? Вот мне писали девчата с Запорожья. Говорят, у нас такое плохое... Я знаю, что окружающая среда в Запорожье, в Кривом Роге, там просто кошмар. Да там не только в Кривом Роге плохая окружающая среда, но там и катастрофа с наркоманией, там одни наркоманы сидят, топнут на лавочках. Это я говорю про Кривой Рог, потому что ко мне приезжали оттуда ребята рассказывали, у меня были маски-шоу, забирали гостей прямо, но это отдельная история со двора. В прошлом году, я не помню, рассказывала вам или нет. Вот. Приезжала группа захвата, забирала отдыхающих так называемых из Кривого Рога. В Кривом Роге вообще просто катастрофа. Но в Мариуполе сейчас более-менее нормализовалось благодаря Махненко Геннадию. Там есть пастор один, его зовут Геннадий Махненко. А то Мариуполь, я помню, лет 10-15 назад, та же самая история, 15 лет назад. Просто тухли на лавочках наркоманов, в каждом дворе, в каждом садике, везде. И там благодаря вот этому Геннадию Махненко, пастору, отцу 33 детей, из них, по-моему, 30 приемных. И вот благодаря ему, это республика Пилигрим называется у него, центр для детей, где он является отцом этих деток. И благодаря ему Мариуполь в моих глазах просто это город-герой. Это просто город-герой. Это великолепнейшие люди. Именно вот эта республика Пилигрим. И опять-таки церковь, живая церковь. Я преклоняюсь пред этим человеком. Большая умничка. Неустанный Божий воин, так я его называю. Неутомимый Божий воин, Геннадий Махненко. Кстати, вот у кого есть возможность, инвестируйте в него. Инвестируйте и не только. Просто дарите ему свои благословения, Геннадию Махненко. Или вот таким, как в Херсоне, Нестерюкам. Кстати, вот с Херсона меня многие смотрят. Но ни один не предложил. Катя, а давайте прогуляемся до Нестерюков. Им же тяжело. Ну как это 20 детей, 23 ребенка. И там не только Нестерюки. У нас несколько семей таких в церкви. Вот у Нестерюков, допустим, уже дом есть. У других еще нет. Они живут у нас в общежитии в церкви на втором этаже. И ни один не предложил. Давайте мы, может быть, там литр масла подсолнечного купим. Дадим им. Килограмм конфет. Вот каждая ваша помощь, это им в помощь. Вы не представляете, как трудно быть многодетными, неравнодушными, божьими воинами в этом мире. Целью которых дарить любовь детям. Оградить их от сиротства. Оградить их от этого. И ни один не предложил, ни один не написал. Пишут, каждый пишет о своих проблемах. Каждый, вот у меня то, вот помолитесь за меня, то. Давайте помолимся за Нестерюков. Господи, благослови эту семью. Господи, дай им силы. Господи, огради их от болезни. Потому что, когда в большой семье, где 23 человека ребенка, заболевает один, он начинает заражать тех вокруг. Представляете, какие воины эти отец и мать. Олечку, Колечку, благослови Господи. Господи, благослови Геннадия и его супругу. Благослови до исцеления супруги. Геннадия Махненко, пастор, воззри на него, твоего воина верного. Это воины. Нестерюк Коля, Нестерюк Оля, Махненко, семья. Это воины. Вообще, конечно, знаете, я думаю, вот лишний раз понимаю, насколько благословенна Украина. Насколько она полна. Это я говорю вот за близлежащие районы. Мариуполь практически рядом, Азовское море. А Херсон, Херсонщина, она имеет и Черное море, и Азовское. Потом, смотрите, прямо тут вот рядышком у нас в церкви несколько семей таких, несколько. И это не какие-то там, это процветающие девчата и ребята, которые усыновляют, удочеряют, которые сказали без усиротства, нет, не будет этого в Херсоне. Пока мы живы, мы будем делать все, чтобы не было. Я очень рада, что у нас почти-почти нету бомжей. Это такой плюс для города. Раньше, знаете, рылись, рылись, рылись. Именно бомжи, я имею в виду, которые жили на улице. Заезжаешь, когда на переезд до Таврического, то там под трубами столько валялось их и собиралось. Все, их практически нет. Мы же знаем, у нас статистика есть, мы кормим их. Наша церковь, которая на Таврическом, на 49-й гвардейской дивизии, живая церковь, именно кормит их, особенно когда морозы. Я показывала вам. Вот Ирочка в этом служении, Малеревич, участвовала, она знает. То в этом году их уже практически очень мало. То есть есть на лечение несколько отправили, есть на реабилитацию. Пару было очень сильно больных, их уже не стало. Мы их вот просто реабилитационные центры создаются христианские, как грибы. И это большая-большая победа. Когда у человека есть крыша над головой. Что такое бомж? Это без определенного места жительства. Представляете, он ходит там, там, там. И совсем другое дело, когда ты ему хоть какую-то крышу над головой и хоть два раза в день питания ты ему даешь. А потом ты его еще обучаешь. Ну и, естественно, исцеляешь. Потому что они все, все в лечении нуждаются. Вот это хорошая инвестиция. Вкладывайте в этих людей. Благословляйте их. Вот. Но я знаю, что инвестиция должна давать что-то, да? Я называю это микро-инвестиция-благословение. Когда вот ту бабушку, которую вы проходите мимо, вам надо купить курочку. Вы не покупаете на антибиотиках курочки китайские. Китайцы и так прекрасно себя чувствуют, они смогут себя прокормить. Вы покупаете вот у этих людей, которые разводят на своих микро-участках, кормят правильно этих курочек. И эти курочки кушают зеленую травку. И эти курочки несут яйца с желтым желтком, а не белой водой, слегка бледно-желтой. И вы действительно и себе делаете, своим деткам здоровье. И вы инвестируете, и вы благословляете. Вот это я называю бизнесом. Вот это микро. Потому что если мы не позаботимся об этих людей почтенного возраста, если мы о них не позаботимся, хотя бы вот так, каждый из нас, никто, никто больше не позаботится. Я всегда ищу глазками все, что мне нужно. В первую очередь покупаю у них. И все. Ну а сейчас Господь Бог меня благословил. Теперь я вообще в селе жить. Буду продолжать теперь уже на постоянной основе. Периодически только сюда приезжаю проверять. Проверка. Потому что здесь дети остаются. Взрослые, но дети, все равно дети, они всегда остаются детьми, сколько бы им не было, хоть уже и за 20, и за 30. Некоторым за 30, а некоторым за 20, детки. Тем не менее, это дети. Да, уже 20 даже почти в тени. Вот такая вот беседка. Я уже допила кофе, рассказала вам про свои мысли о микроинвестициях. Сейчас бы смеялся мой муж и говорил, что ты такое рассказываешь? Что ты такое рассказываешь? Ну вот я вот такими инвестициями занимаюсь. Но для того, чтобы сделать такую инвестицию, сначала надо, конечно, заработать. Я не пренебрегаю никакими работами. Никакими. Абсолютно. Перевод, перевод. Преподавательская деятельность. Вперед из песней. Подмести, убрать, подать, принести, отнести. Поухаживать. Все это. Все, что можно, пока живем. Вы знаете, интересно жить, это мое хобби. Я люблю. Самое любимое хобби мое, это интересно жить. Вот так оно называется. Это одно из главных моих хобби. Не стесняйтесь. Благословляйте людей. Благословляйте всех. Даже кого вы считаете, что они и так богаты. Нет, нет. Нет, вы очень ошибаетесь. Благословляйте. И тогда люди могут этими благословениями поделиться с другими, которых они благословляют. И все будет замечательно. И прекрасно. Любви, здоровья, радости. Ради этого мы здесь все живем. Люби ближнего своего, как самого себя. Пока-пока.